Здравствуйте, мы возвращаемся в прямой эфир на репортере. Меня зовут Григорий Блайдер. Сегодня мы поговорим об очередном витке сотрудничества Украины с МВФ. МВФ выдвинул 4 требования к Украине для получения Украины следующего транш-кредита. Об этом сообщил представитель МВФ Украины Йоста Люнгман. Речь идет о необходимости принятия закона о приватизации государственных предприятий, также возможна корректировка пенсионной реформы, которая была принята в Верховной Раде недавно, а также необходимые требования для получения кредитов это создание антикоррупционного суда, урегулирование цен на газ в частности и также важный вопрос это необходимость проведения земельной реформы. Сегодня у нас в студии трое экспертов. Михаил Кацин, притолог. Михаил, добрый день. Добрый день. Узвард Каражей, экономист. Здравствуйте. И Сергей Зелендовский, также эксперт. Сергей, добрый день. Вредит ли Украине сотрудничество с МВФ на ваш взгляд? Возможно, непрофессиональный взгляд, но тем не менее. Да, либо нет, голосуйте. Результат интерактива мы традиционно подведем в конце нашей программы. Итак, давайте пройдемся по каждому из пунктов. Начнем с принятия закона о приватизации. Это одно из требований МВФ для того, чтобы получила Украина очередной транш. Это, я понимаю, в размере одного миллиарда долларов. Необходимость обеспечения прозрачной продажи госактивов. Это действительно необходимо Украине. Это то, что нужно Украине. Давайте прослушаем. Продавать господприятия. Может быть, у кого-то будут разные позиции. Ну, я прошу прощения, тогда я уже начну, раз, где я плеку высказал. Понимаете, ну, действительно было бы неплохо, чтобы было законодательное поле для приватизации более, скажем так, лояльно для народа и более прозрачно. Но на сегодняшний день я считаю, что это уже опоздало лет на 10-15. Потому что на сегодняшний день, кроме нескольких таких крупных предприятий, которые действительно показательны и интересны для государства, практически ничего не осталось. Все крупное давно приватизировано, приватизировано по сомнительным схемам. Для меня всегда было интересно приватизация Укротелекома, потому что год, который предшествовал приватизации, прибыль Укротелекома по Украине, всего акционерного общества, состоялось в 100 миллионов долларов. На следующий год его приватизировали. Ситуация обратная может произойти с Одинским прибором, припортовым заводом. То есть сейчас предприятие фактически стоит остановлено, пошла информация о том, что оно будет возобновлено, но тем не менее прибыль последние годы оно не приносило. Это еще один такой акцент. Надо сказать, что у нас приватизация давно. Слушатели могут подумать, что у нас нет закона приватизации. У нас закон приватизации с 1992 года. Дело в том, что абсолютно правильно сказал коллегу, у нас многие объекты были прихватизированы, а не приватизированы. Многие объекты были искусственно обанкрочены. То есть их сонаторами становились лица, которые в итоге стали владельцами этого объекта. Если посмотреть биографию всех олигархов, как они стали богатыми, они все становились за счет того, что за копейки отбирали государственное имущество. Это и Ахметов, это и Коломойский, и Климов. То есть берите все, кого угодно, особенно до тех конец 90-х годов, они за счет этого и обогатились. Сегодня, конечно, можно сказать, почему это происходит. Потому что сегодня можно приватизировать объект по закону, то есть передать его из гособственности в частные руки или в коллективные, минуя законной приватизацией. Сегодня существуют различные схемы, варианты, то же самое искусственное банкротство и так далее. И сегодня многие иностранные инвесторы боятся сюда приходить, потому что у них нет гарантий. Мы знаем, что более того, многие заводы просто приватизировались, предприятия с целью перепродажи, спекулятивной какой-то сделки. Многие предприятия покупали олигархи из Российской Федерации, только для того, чтобы их закрыть, потому что эти предприятия были конкурентами для них, и им тяжелее было продавать свою продукцию. Вот поэтому сегодня, скорее всего, я вижу, более того, если мы посмотрим на механизмы приватизации, которые происходили в Германии, даже при объединении, да, и в других странах, то есть там нет такой, у нас главная проблема – это стартовая цена. И стартовая цена, которая, как правило, завышенная, которая, как правило, делается ценщиками не потому, что это цена рыночная, или даже рыночная нельзя продавать, побег по рыночной цене. Рыночная цена – это финальная цена. Когда мы вставляем аукцион по той цене, по которой мы согласны продать, то есть эта цена уже, знаете, изначально, она должна еще расти. Вот, там объекты продавали за одну марку, когда Западная Германия и Восточная объединялись, но при этом вешались определенные социальные программы, требования, да, то есть сохранение рабочих мест. У нас сегодня цена, по нашим законам, должна быть высокая очень. Кроме этого, вешаются все социальные программы, все, скажем, долги, которые за это предприятие заработали, должен гасить почему-то новый инвестор. В итоге получается то же самое припортовый завод. Если предлагают, условно говоря, купить там за миллиард, нужно еще полтора потратить, я условно цифры все не называю, за то, чтобы какие-то чьи-то долги погасить. Конечно, в таких условиях приватизация честно проходить не может. Уточним вопрос. Михаил, какой логикой, на ваш взгляд, руководствуется Международный валютный фонд, требуя от Украины приватизировать, возможно, оставшиеся госпредприятия на территории страны. Ведь главная цель МВФ – это получить прибыль. Откуда будут получаться прибыли? Из частных рук, либо это будет получаться прибыли из прибыли госпредприятий. Я думаю, что ему не важно. Почему именно такое требуется? Григорий, здесь все достаточно очень просто. Речь идет о переходе Украины от состояния «hostel business country» к «business friendly country». То есть от враждебных бизнесу страны к дружелюбных бизнесу страны. Это официальная терминология, которая принята в бизнес-литературе и в научной даже литературе Запада. И как раз мы говорим о том, что Украина должна провести необходимые институциональные реформы. А что такое принятие пакета закона? Они направлены на транспоретность, повышение транспоретности, повышение качественности, уровня качества, качественности законодательные базы с тем, чтобы она стала лояльнее по отношению к потенциальным инвесторам, лояльнее по отношению к не только внутренним инвесторам, украинским инвесторам. Потому что у нас есть сейчас достаточно серьезные внутренние инвестиционные возможности, которые не реализовываются в силу недоверия к действующему экономическому кладу, экономической политике правительства и так далее. Это с одной стороны, с другой стороны западный инвестор, который готов прийти в Украину, но он боится. Или не пускают. Нет, не секрет, что бывает происходит элементарный какой-то сговор или конкуренция среди местных олигархов, которые просто не заинтересованы в том, чтобы пустить западный, по-настоящему западный бизнес, не офшорный бизнес, а западный бизнес на территорию Украины. Смотрите, есть отдельные случаи, конечно, когда мы говорим о каких-то лакомых кусках земли, предприятиях и так далее. Действительно, мы слышим, и происходят и рейдерские захваты, и выжимания западного бизнеса с территории Украины и так далее. Но если мы говорим в целом о ситуации, мы прекрасно понимаем, что западный инвестор, да, он видит, что Украина сейчас достаточно инвестиционно привлекательная страна. Почему? Потому что в силу девальвации национальной валюты, земля, по сути, ничего не стоит в Украине, я имею в виду с точки зрения аренды, ну и по факту покупки земли, да, хоть у нас не разрешена продажа земли. То же самое касается и стоимости, и затрат на рабочую силу. Они достаточно минимальные. То есть западный бизнес готов прийти, и, кстати, не только западный, но и бизнес азиатских государств, Китай, Япония, Камбоджа и так далее, и так далее, которые готовы прийти, да, которые готовы прийти в Украину. Но им нужна предсказуемость, им нужны вот четкие правила игры, вот четко работающие институты, чтобы они понимали, что они приходят с инвестициями, они могут их защитить в суде. И самое главное, хочу отметить, если мы возьмем ряд рейтингов западных по уровню бюрократизации экономических процессов, наше государство занимает одно из почетных последних мест. А именно любой бизнес-процесс у нас настолько забюрократизированный в государстве, что просто отпадает охота заниматься бизнесом. Есть очень интересная статистика, которая показывает, как увеличивается стоимость строительства для потенциального девелопера в Украине от как раз наличия этого огромного количества разрешительных документов, которые мало того, что стоят деньги и требуют дополнительной экспертизы, это еще и занимает время. То есть теряются инвестиции и так далее, и так далее. То есть, по сути, отбивается охота инвестировать в Украину. То хотел бы чуть поправить вас. Вы сказали, МВФ заставляет приватизировать. Не заставляет. То есть нужно менять законную приватизацию, который был бы открыт, и список объектов приватизации принимает сама Украина. МВФ не заставляет нас приватизировать какие-то объекты. Ну, требует обратить внимание на этот вопрос. Нет, нет. Просто как бы вносить изменения в законную приватизацию, чтобы они были более прозрачные, чтобы инвестор был защищен. Но заставлять нас приватизировать, и МВФ такого не имеет места быть. Они просто рекомендуют изменить закон приватизации, чтобы он был более прозрачным, был понятен и доступен. Вот имеет ли вообще МВФ право диктовать, ну хорошо, не диктовать, а навязывать, может быть не навязывать, а требовать от Украины выполнение определенных экономических процедур? Экономических могут, как любой кредитор. Обычно, знаете, любой банк, когда он перейдет... Это не вмешательство? Ну, смотри, нет, бывает какая-то грань, конечно, которую переступать нельзя, но любое финансовое учреждение, любой банк, когда выдает кредиты своему клиенту, он требует от него повысить прибыльность, увеличить ликвидность объектов и так далее. Иначе не дам кредит. Иначе дам кредит, совершенно верно. Да, я согласен с этим, конечно, но действительно МВФ имеет право выставлять определенные условия, но мы должны понимать, вот правильно говорите, что грань. Грань должна быть, почему? Потому что за фразой пересмотрения цены на газ довольно двоякое стоит условие. Давайте пересмотрим цену на газ таким образом, что возьмем цену на газ в долевом отношении к зарплате среднего немца и пересмотрим ее в Украине. МВФ на это не пойдет. МВФ хочет ставить другие задачи. Поэтому на самом деле, на первый взгляд, МВФ действительно как кредитор может выставлять определенные условия. Но давайте говорить откровенно, на сегодняшний день, к сожалению, мы не видим, что условия МВФ такие, которые способствуют развитию Украины. Такой следующий пункт требований из списка требований МВФ по отношению к Украине, это достаточно такой, на первый взгляд, популистская норма, это создание антикоррупционного суда. То есть МВФ уверен, что если в Украине будет создан некий еще один суд, то МВФ вернет те суммы, которые оно вложило в Украину, давайте поймем вместе с нашими телезрителями, зачем именно такое требование, какая логика в отношении этого требования. Я думаю, знаете, что касается антикоррупционного суда, во-первых, надо четко понимать, кто диктует МВФ эти требования. МВФ это коллегиальный орган, в котором тоже кто-то принимает решение. На самом деле, вот это правильно вы сказали, что это такой популистский какой-то, который отвлекает внимание, рассеивает внимание от серьезных вопросов. На сегодняшний день у судебной власти в Украине с нашим административным механизмом уголовным более чем достаточно рычагов для соблюдения законностей, в том числе и в части государственной службы, в части и контроля за правоохранителями и прочее. На сегодняшний день антикоррупционный суд не нужен никоим образом, потому что это очередная будет надстройка, которая будет бороться между собой, с кем-то, кем-то и получать бюджет. В целом, учитывая, скажем, негативное отношение населения к судебной системе Украины в нынешнем виде, создание еще одной ветви судебной системы, я не думаю, что она будет... Знаете, тут я пытаюсь найти обоснование, почему эта идея возникла. Но я думаю, наверное, знаете, подразумевает, что суд будут те судьи, которые никогда не были судьями. И у них не будет соблазна кем-то образом строиться в эту систему. Это такое, наверное, не исключает. То есть новая патрульная полиция, которая пришла, и вот эффективность... Ну вот так вот европейцы в это верят, что такое возможно. Хотя, конечно, все судьи, не тяжело сказать, насколько они там чисты, насколько они порядочны, но это очень больше исключений, чем имеет место быть. Может быть, надеяться, что люди, члены этого суда, которые не запачканы, чисты, и предусмотрительно с побуждениями никогда не будут брать, и будут сажать своих коллег. Хотя, зная наш менталитет, это очень тяжело верится. Ваше мнение по этому поводу? Ну, я частично соглашусь с уважаемыми коллегами, частично нет. Я считаю, что, конечно же, создание антикоррупционного суда — это, с одной стороны, сигнал, сигнал и общество, и сигнал западному инвестору, что государство себя позиционирует как борец коррупции. Надо понимать, что коррупция как явление присутствует и на Западе. Есть и отчеты Европейской комиссии, которые показывают, что уровень коррупционных средств в Европейском Союзе достигает 100 миллиардов евро. Это отчеты Европейской комиссии, это не мое исследование. Поэтому коррупция есть везде. Вопрос в создании вот этих правил игры, в создании институтов, правильно, работающих институтов, чтобы демотивировать чиновников, демотивировать работников правоохранительных органов и судебной системы от, скажем, получения взяток и так далее. Я хотел бы отметить, что, конечно же, создание антикоррупционного суда — это будет таким ярким сигналом и внутренним западным инвесторам. Да, мы государство боремся о коррупции, мы государство за свободу предпринимательской деятельности. Это, с одной стороны, и, безусловно, я хотел бы отметить, что, конечно же, почему, собственно, МВФ так настаивает на создании антикоррупционного суда. Вопрос не в МВФ даже, а вопрос в том, какую среднесрочную стратегию развития Украины мы выстраиваем. Понятно, что государство не может жить просто на искусственных инъекциях со стороны МВФ. То есть МВФ — это просто временный препарат, который просто убирает боль, но не устраняет причину болезни. Поэтому речь идет о коренных изменениях в социоэкономическом укладе государства, с тем, чтобы наше государство развивалось не по 2% в год, а, например, по 5% прироста волновательного продукта. Еще один момент любопытный обсудим. МВФ требует проведения земельной реформы. Говорит ли это о том, что, если мы поддадимся этим требованиям, прислушаемся к этим требованиям, и внесем соответствующие изменения в законодательную базу, то у нас будет отменен мораторий на продажу земли? — Потому что, я понимаю, этот вопрос уже обсуждался в 2016-м году, в 2017-м, его отложили на 2018-й. Будет ли кардинально приниматься земельная реформа в 2018-м году? — Ну, значит, не скажем по срокам, потому что все может быть. Но надо понимать, что я даже назвал бы это земельной реформой. То, что сегодня мы имеем в земельных отношениях, это, наверное, айсберг всего криминалитета, всей коррупции, которой только может быть. В логика никак не укладывается, почему сегодня хозяин, владелец земельного участка, не имеет права его продать. Вообще, о чем идет речь? У нас порядка 121-122 миллионов гектаров паши, из которых государства осталось только два. Все остальное принадлежит частным рукам, пайщикам, людям, кто работал в сельском хозяйстве. И они землю... — На правах аренды? — Нет, на правах собственности, они собственники, распоеваны, они владельцы земли, земля в частных руках. — Но сделать ничего не могут? — Да, но сделать ничего не могут, ни заложить, ни продать. Более того, если брать уже 25 лет, чуть меньше, чем они владеют собственниками, уже процентов 18 потеряли право собственности, нету наследников. И эта земля переходит в государство. То есть, сегодня человек не смог тем воспользоваться, то, что ему принадлежит. Но в итоге сегодня схема существует. Земля переходит в частные руки. Но в этом участвуют целые цепочки. И суды, и участковые, и райадминистрации, и реестры, и нотариусы, и кто угодно. В итоге получается, земля, которая, условно говоря, стоит там 5000 долларов, да, хозяин ее получает 1000, кто ее покупает, платит 8, а разницу забирает... — Но вы рассуждаете как экономист, политик бы на это ответил. Земля — это национальное достояние, и я не хочу, чтобы она досталась американцу, китайцу, русскому. — Подождите, это тоже, это все... Я объясню, земля никуда не девается, и никто не вывезет. Никто не вывезет. На земле можно работать, можно производить продукцию. Более того, ведь условия, на каком условии-то производить? Сегодня в той же самой Молдаве законодательство, чтобы земля не использовалась, стоит дороже, чем ее засеять, хотя бы простой лицерной. И опять же, что мы от этого теряем? Абсолютно ничего. Но сегодня 30% сельхозугодий, пашни, находятся... — Вы привыкли всегда смотреть на соседа, да? Давайте возьмем две страны, не знаю, Польшу и Россию. Как там и как там. Для того, чтобы мы понимали, плохо это или хорошо. Продажи земли. — Ну, Россия вообще никак не показатель, там специфичные земельные отношения. — Ну, хорошо, давайте мы смотрим в Европу, да? Давайте посмотрим на Германию, на Польшу. — В чем у нас проблематика? Мы, когда пытаемся построить какую-то модель или пытаемся рассмотреть законодательное поле, в котором мы хотели бы работать, мы забываем, что у нас 25 лет назад была другая система социальных отношений, другой метод распределения материальных благ. На сегодняшний день не подходит ни модель Польши, не подходит, ну, в России пока, к сожалению, нет встроенной модели, ни модель Германии. Нам надо, вот так как Илья говорит, исключить вот эту коррупционную, уголовную составляющую и такую разработать законодательное поле, при котором действительно была распоевка. Вот этот крестьянин всю жизнь работал на этой земле. Ему обоснованно дали этот участок. 20 гектар, 2 гектара, не имеет значения. Вот права должны быть прописаны его таким образом, чтобы не получилось, как у нас получилось с недрами. Юридически, конституционно у нас недра, собственность народа Украины, де-факто недра давным-давно уже все по карманам. И вот если, правильно, если мы не разработаем свой механизм нормальный, у нас опять перекочуют какие-нибудь транснациональные корпорации или нашим местным каким-то олигархам. И на сегодняшний день МВФ, я не думаю, что они глубоко разбирали проблематику земельных отношений в Украине. Им не до этого. В этом случае зачем они это требуют? Смотрите, дело в том, что как только земля станет товаром в полном объеме, это появляются задатки, получаются залоги. То есть банковская система начнет работать. Сегодня эту землю можно будет заложить, получить на нее кредит. Она будет находиться в обороте. И в итоге вся Украина станет богаче. Сегодня мы имеем эту землю, но она ничего не стоит, потому что она не продается. И кто будет собственником? И более того, даже смотрите, вопрос, знаете, не так просто быть собственником земли. У нас обыватели думают, что если эта земля его надели баск, он имел право добывать нефть. Но это невозможно. Есть целевое использование. Сервовое ограничение, конечно. Конечно, ряд ограничений сервисов, которые не позволяют. То есть земля, на которой необходимо строить санаторий, нельзя на ней строить жилой дом. Или завод, предприятие на французском бульваре, допустим. То есть это невозможно. Михаил, ваш комментарий по земельной реформе. Насколько требование объективно, логично? И как это скажется на жизни постового крестьяна? Давайте говорить откровенно. Де факто мы сейчас имеем систему, когда есть крупные латифундисты, которые аккумулируют у себя достаточно большие земельные ресурсы. Скрытым образом. Поэтому, да, скрытым, латентным образом. Почему? Потому что законодательство Украины оставляет множество лазеек, которыми грамотные юристы, естественно, которые занимаются земельным правом, они легко этим пользуются. Поэтому речь сейчас идет о легализации процесса покупки и продажи земли. И это будет правильно. С одной стороны, я соглашусь с тем, что земля – это прежде всего ресурс. И тот владелец земли, тот фермер, который, например, не захочет использовать землю по назначению и захочет, например, открыть какой-то свой небольшой бизнес, сможет ее использовать как залог для получения кредита. Я здесь совершенно согласен. Это настоящий ресурс. Об этом еще говорил известный перуанский экономист Де Сота в своей работе, когда он как раз рассматривал, что земля… Мы знаем, что в Перу прошли достаточно серьезные экономические реформы, и как раз владение землей рассматривалось как такой движущий фактор увеличения благосостояния населения. Потому что, когда впустили землю и сделали из нее объект коммерческого оборота, это дало дополнительные средства для экономической активности граждан Перу. Поэтому я думаю, что здесь, в Украине, должна быть легализована продажа, покупка земли, должен быть наконец-то снят мораторий. Потому что, к сожалению, мораторий, проблема вообще покупки и продажи земли достаточно заполитизирована. Мы помним, что, начиная с первого премьерства Тимошенко, этот вопрос дебатируется постоянно. Вот это примерно как со снятием дебютатской неприкосновенности. У нас есть две такие фишки в государстве, которые переходят из Рады в Раду, из поколения в поколение. И вот ими всегда джонглируют перед народом, отвлекая народ. Но по существу эти проблемы не решаются. А сейчас эта проблема назрела. Потому что, к сожалению, у нашего населения уже нет тех финансовых подушек, подпорки, которые могли бы стимулировать экономическую активность. Последнее, наверное, что осталось, это земля. Давайте коротко обсудим необходимость усовершенствования пенсионной реформы и также регулирование цен на газ. Вот тоже два таких требования, которые постоянно мы слышим из уст представителей МВФ. Цены на газ меня в большей степени интересуют, потому что все-таки пенсионная реформа, как бы то ни было, она уже принята и она уже начала действовать. Цены на газ в этом году правительство отложило этот пересмотр этого вопроса на следующий год. И таким образом, в общем-то, тариф на тепло остался приблизительно прежним. Если цены на газ вырастут, очевидно, мы увидим новые цифры в наших платежках. Правильно я понимаю? Во вмен на кредит, миллиардный кредит, который, я думаю, мы его еще в конце программы рассмотрим, мы не ощутим его, по сути. Мы не ощутим. Вопрос, что касается цен на энергоносители, я бы не говорил только о газе, а вообще об энергоносителях. У нас либо недоговаривают что-то, либо там недопонимают, либо где-то убегает кусочек информации. Всегда говорят, часто говорят о приведении цены на энергоносители, в частности на газ, в соответствии с уровнем европейских цен. Значит, это не арифметика 2 плюс 2 равно 4, это экономика. И здесь социология, политэкономия. На самом деле, надо приводить их в соответствии с уровнем дохода населения. Как бы мы ни хотели, мы не сможем платить больше, чем мы зарабатываем. Сегодня, объективно, при повышении цен, дебиторская задолженность нафтогаза выросла в два с лишним раза. Вы тоже, с другой стороны, как рассчитывать платежеспособность населения? Ведь экономисты утверждают, что едва ли не 70-80% украинской экономики находится в тени. А за это мы платим с вами зарплату президенту, премьер-министру, всем министрам и всей Верховной Раде. Вот это выполнение государственной функции. Это они должны сесть и всем этим заниматься. Потому что на сегодняшний день, если они рассматривают, что у нас в Германии, по-моему, цена на газ где-то около 15-17 гривен, плюс-минус. Я могу ошибиться в переводе на украинскую валюту. Давайте рассуждать. Если сегодня, и так, уже мы оплачиваем 3000 гривен средним за квартиру, коммунальные платежи, при росте в 2-2,5 раза, это что, больше, чем заработная плата человека будет коммунальной платежи? Давайте поймем, что конкретно МВФ требует в отношении цены на энергоносители. Нам всегда говорили, что нас заставляют повышать цены на газ, сделать их рыночными. По одной простой причине, что все госструктуры, кто с этим связан, все убыточные. Но мы уже знаем, что нафтогаз и все остальные структуры, связанные государственные, стали суперприбыльными. 21 миллиард, 23 миллиарда. Сомышляющие зарплаты, руководители, чтобы помочь, это самый легальный зарплат. Совершенно верно. И это прибыль, которая естественная. Да, единственное, с чем могу согласиться в данном случае, что цены должны быть рыночные. Это однозначно. Но опять же, абсолютно согласен, но есть же уровень жизни, уровень, скажем, платежеспособности. И от того, что мы цены сделаем высокой, и никто не сможет платить, опять ляжет на плечи того же государства, которое, ту прибыль, которая сегодня, вынуждена будет каким-то образом гасить на дотации, на субсидии и все остальное. Поэтому здесь, я думаю, знаете, как вопрос все-таки с газом успокоится. То есть не будут требований. То есть дадут кредит без пересмотра цены на газ? Да. Ну, во-первых, в этом году она вряд ли дадут, я думаю. Но, знаете, здесь вопрос даже не в том, сколько будет цена на газ, а найти источник, который перекроет вот эту убыточность. Вот эти дотации, которые государство сегодня дает. Потому что МВФ – это финансовая структура, которая интересует только доходность и работать не в убыток. То есть им сегодня, смотрите, МВФ не заберет ни украинскую землю, ни украинские предприятия, залогом там ничего не служит. Если даже мы сегодня МВФ не вернем те кредиты, которые мы должны государству Украины, мы экономически ничего не теряем. Мы только теряем доверие, мы теряем на перспективу отношения, но нас никто за это не оштрафует. Поэтому здесь, да, но в то же время ругаться и так поступать, кидать, допустим, эту организацию, уважаемую всеми в мире, куда входит там 180… Ну, скроме нее никто не даст. И таких дешевых лиц никто не даст. Поэтому, конечно, ссориться не нужно, но… Ну, торговаться надо. Торговаться надо, да. Григорий, мне 29 лет, первые 10 лет своей жизни я проездил на бесплатном, вот, одесском транспорте, на автобусах, на трамвах. Почему я это вспомнил? Да, был бесплатный проезд, но до чего ужасные были эти автобусы, трамваи? А все почему? Потому что бесплатный СССР бывает только в мышеловке. И когда мы ударяемся в популизм на уровне одесских властей, либо на уровне государства, мы в итоге, по сути, откладываем решение фундаментальных проблем. Понятно, что нету нигде дешевых энергоносителей. Понятно, что цены должны быть reasonable, то есть обоснованы и justifiable, что называется. Но сам процесс роста цен на энергоносители, он объективен, и, наверное, это правильно. С другой стороны, когда мы говорим о субсидиях, я вот здесь, наверное, соглашусь с реформой, которую сейчас предлагает Минсоцполитики, именно монетизации субсидий, когда фактически человек будет получать на руки вот эту вот субсидию, и уже он будет понимать, что от него зависит, сколько он заплатит в конечном счете за потребленные энергоносители, и часть субсидий он сможет оставить, то есть у него будет стимул к энергосбережению и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что в целом о повышении цены энергоносителей – это нормально. Еще очень важный момент я хотел бы отметить по поводу зарплаты в том же «Нафтогазе». Но мы должны здесь отходить все-таки от популизма. Почему? Потому что менеджмент «Нафтогаза», в частности Андрей Коболев, который является руководителем «Нафтогаза». Кто такой Андрей Коболев? Это человек, который в течение долгих лет проработал в уважаемой серьезной бизнес-структуре «Эрнстон Янг». В «Эрнстон Янге» достаточно высокий уровень заработной платы. Если мы говорим о том, что мы хотим привлекать хороших, эффективных менеджеров с западным образованием и с западным подходом к ведению бизнеса, значит, мы должны понимать, что мы должны им платить хорошую зарплату. Другое дело, если они показывают свою неэффективность, например, как бывший руководитель железных дорог Бончин, хотя тоже у него есть ряд положительных реформ, которые он провел, то действительно нужно менять чек, но при этом не говорить о том, что мы не должны платить высокую зарплату, ибо хороший сервис, он стоит дорого. Я бы хотел напоследок поговорить об отношении МВФ к Украине в условиях того, что на самом деле за 4 года мы не получили того объема кредитов, который должны были получить. Я так понимаю, МВФ, глядя на то, как пробуксовывать реформы в Украине, кредиты дает все реже и меньше. Вот экс-министр экономики Украины Владимир Луновой так прокомментировал, нас перевели в разряд стран, которым деньги вообще нельзя давать. Так и с Египтом работают с 90-х годов, когда долг перед МВФ покрывается новым кредитом от Международного валютного фонда. Египтяне на руки вообще денег не получают, запад им не доверяет из-за тотального воровства. Население этих кредитов не чувствует. В Украине я знаю, что бытует такое мнение о том, что кредиты получаются для того, чтобы покрывать долги за предыдущие выданные кредиты. Это действительно порочный круг или снежный ком, который накапливается, нарастает в Украине. И можно ли слезть с этой игры в ближайшем обозримом будущем? Смотрите, для всех развитых стран, ведь МВФ кредитует не только Украину, и Нидерланды получают сейчас кредиты, другие европейские страны. Да. Дело в том, что все страны с развитой экономикой получают кредиты под минимальные проценты ниже, чем Украина. Да, там 0,1%, 1% и на 15-20 лет, на продолжительный срок. Украине кредиты дают максимум на 3 года на сегодняшний день. Только буквально в этом году продали облигации, на 15 лет Украина может их гасить. Это, может быть, даже впервые за всю историю. Естественно, что за 3 года такие кредиты тяжело вернуть. Поэтому в итоге получается, действительно, мы берем кредиты, но закрываем при этом предыдущие. То есть считаете, что мы взяли не 12,5 миллиардов на сегодняшний день, да? А взяли 5, которые закрываем, открываем, закрываем, открываем. Поэтому этот кредит можно по-разному пересмотреть. И, в принципе, здесь страшного такого ничего не будет. Есть ли резервы украинской экономики? Для того, чтобы все-таки обрабатывать. И вот еще дальше. Когда у нас была предыдущая власть, да, правительство, брали кредиты по 26% евро, закладывали облигации. То есть таких процентов в мире нет, даже в гривне, да. Это сами себе платили, сами себе эти проценты зарабатывали. Сегодня МВФ дают по значительно меньших процентам. То есть фактически, да, мы закрываем те кредиты, которые платили те сумасшедшие проценты, но под более дешевые деньги. То есть теперь мы меньше должны тратить на обслуживание тех кредитов, а фактически те же самые деньги, которые были, те же остаются у нас как кредитные ресурсы, которыми Украина пользуется. Что касается Украсть, деньги МВФ Украсть очень тяжело сегодня, потому что деньги, они в экономику не идут. Они не идут на средство мостов, дорог, на развитие экономики. Они сегодня просто идут на, скажем так, на стабилизацию финансовой системы. То есть сегодня, допустим, Украине нужно закрыть 3 миллиарда долларов, значит, и где-то нужно выходить на аукционы, биржу эти доллары покупать. И в самом деле вызывая на них спрос. Вы вызывая на них спрос, мы будем способствовать росту доллара, девальвации гривны. А так как нам сегодня перекредитовывают, то сегодня гривна имеет достаточно стабильное состояние. И девальвация, ну сегодня, если даже наибуде, то такая плавная, вяло текущая, а не резкая, то чего экономика очень боится. Ну вообще, а есть ли резервы украинской экономики, помимо перекрывания действительным новым кредитом старого, начать погашать долги предыдущих лет и новых кредитов, которые мы предложили брать? Да, мы видим, что наши запасы от валюты в этом году выросли почти на 2 миллиарда. То есть, еще чего? То есть, нацбанк имеет свободную гривну, которая может себе позволить покупать. Вы скажете, что это на курсе? Ну, чтобы оно не сказалось. Скажем, допустим, нацбанк не выкупал бы доллары, курс был бы сегодня доллара чуть-чуть ниже. Но с другой стороны, нам нужно возвращать валютные кредиты, эти запасы должны быть. А если посмотреть резервы, там чистых долларов чуть больше 5 миллиардов. Все остальное – это ценные бумаги и лебра, грех, 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 грех. Давайте рекомментируем результаты нашего интерактивного опроса. Вредит ли Украине сотрудничество с МВФ? Звучал он следующим образом. И ответы у нас такие. 97% наших телезрителей считают, что сотрудничество с МВФ вредит Украине. Вот почему такое отношение? Это обвинение нашего правительства во всех смертных грехах, либо это действительно объективное опасение того, что МВФ доводит украинскую экономику до ручки? Знаете, я думаю, что, конечно же, это свидетельство об определенной усталости со стороны украинцев, граждан Украины. И есть определенное неверие не только к собственным органам государственной власти, органам местного самоуправления, но и международным институциям. И, конечно же, большинство из звонящих не до конца понимает это понятно. Что такое МВФ, как он работает, что такое структура экономики, балансы, импорт-экспорт и так далее, что такое инвестиционный капитал и так далее. Но мы понимаем, что в целом рядовые граждане Украины, обыватели, которые просто не вовлечены в эти экономические процессы, они испытывают тревогу по отношению к завтрашнему дню. И любое движение, связанное с сотрудничеством с каким-то внешним серьезным игроком, им рассматривается как потенциальная угроза. Лишь бы не было хуже, чем сегодня. Вот это главная модель мышления многих украинцев в 2017 году. Для вас это отношение импорта к экспорту и другие инвестиционные аспекты, но для людей, для простых людей экономика – это пенсия, это цены в магазинах, это зарплата и прочее. Наоборот, потому что мы с МВФ сотрудничаем, сегодня имеем ту стабильную экономику, которая есть. Стабильную. Стабильную. В какой-то мере, да. Чем это было три года назад. Знаете, я дурно скажу, МВФ больше рискует, работая с Украиной, чем Украина работает с МВФ. Я бы хотел еще дополнить, где-то все бесспорно правы, но вот здесь, правда, как всегда, где-то посередине. То есть, насколько корректно, насколько вредит. Устами товарища Мюнхгаузена была сказана одна фраза известным писателям – не то. Вот эти требования, они никаким образом не способствуют повышению экономики Украины. На самом деле, ни создания рабочих мест там нет, ни повышения конкурентноспособности – ничего. Вот два требования, если бы прописали МВФ, может, что-то сдвинулось. Первое – изменение идеологии налоговых отношений и идеологии таможенных отношений государства и плательщика налогов. А это, ну, это не то. Спасибо, уважаемые гости. У нас, к сожалению, время совсем истекло программы. Приходите, еще будем рады. Спасибо, много рада вас видеть. Оставайтесь с репортером. Счастливо, увидимся.